Привет, друзья! Меня зовут Саша Жучкин. И после моего последнего ролика, там, где я провел 12 часов на инвалидной коляске, у меня появилось желание как-то помочь или исполнить мечту особенного человека. Очень много прислали статей про мальчика, у которого была мечта прокатиться на вертолете над Питером. Но, к сожалению, эту мечту, или, к счастью, эту мечту уже исполнил наш президент России. Но в этой статье была такая пометочка, что этот мальчик мечтает стать видеоблогером. Так вот, друзья, прямо сейчас я со своим другом еду исполнять мечту этого особенного ребенка. Так что я вас прошу меня поддержать. Если вы не подписаны на канал, обязательно подпишитесь. А я лечу исполнять мечту. Друзья, я в машине. Эту мечту мне поможет исполнить... Угадайте, кто? Кто это такой, напишите в комментариях. Наверное, никто не догадался. Просто, пацаны, я очень за рулем, очень-очень не хочу врезаться. Ехать нам еще 20 километров. Артем живет в деревне Большая Ивановка. Это под Питером, Ленинградскую область. Ну и вот минут через 30 мы уже к нему приедем. Здравствуйте, Александр. Ну что, Костя, как у тебя ощущения? Ну как, не знаю, волнительный. Это будет через одну руку пожатие Владимира Владимировича. Ага. Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Смешно. Ты становишься блогером, давай рассказывай. Что? Что-нибудь рассказывай, показывай. Это мой брат. Как зовут его? Макар. Мам. Привет. Привет. Пошли в мою комнату. О, отлично. Сам растерялся. Вот, какого-то моя. Мне 14, хожу в школу, бассейн, обычно, занимаюсь, чем я занимаюсь. Сейчас модельки собираю, летом гуляю, обычно у всякой военной техники, типа танков, один самолет собираю. Вот он как бы просто, ну несложно, вырезаю, и все, и склеиваю. А есть готовое что-то показать? У меня, на самом деле, братья все растащили. Поэтому, ну вот так. Правда, бездом. То есть, ты вот собрал вот это все сам, да? Как вы знаете, друзья, я очень аккуратно и внимательно подхожу к выбору рекламодателя на своем канале. И сегодня я совместно с игрой Викинги для вас провожу очень крутой конкурс. Викинги разыграли уже 35 айфонов и 16 макбуков. И главный приз, вы только представьте, друзья, это два новеньких PlayStation 4 Pro плюс VR очки. И супер приз, друзья, это MacBook Pro. Еще в 2000-х я любил играть в подобные игры на большом стационарном компьютере. И подумать не мог тогда, что спустя некоторое время такая качественная игра, как Викинги, будет на мобильном телефоне. Викинги — это игра, которая уже не первый год возглавляет чарты среди военно-экономических игр-стратегий. Более 20 миллионов игроков со всего мира уже погрузились в суровый мир викингов, полный грандиозных сражений, многотысячных армий в реальном времени. Каждый найдет в этой игре то, что зацепит именно его. Викинги — это командная игра, здесь есть настоящее ощущение братства. Ты сам решаешь, с кем дружить, с кем воевать, что и как прокачивать. Выбирай свой стиль игры и встань во главе могущественного клана. Лично мне в игре Викинги нравится офигенная графика, это широкий выбор воинов, ну и то, что можно сражаться с реальными игроками со всего мира. Итак, друзья, что нужно сделать для того, чтобы получить свой приз? Все очень просто. Хотите получить PlayStation 4 Pro плюс VR очки? Скачайте игру в Викинги по ссылке в описании и дойдите до 10 уровня дворца. А чтобы выиграть суперприз в MacBook Pro, нужно достигнуть максимального уровня дворца до конца месяца среди остальных участников. Розыгрыш состоится, внимание, 5 августа. Качайте игру в Викинги именно по моим ссылкам, потому что если вы скачаете по моей ссылке, вы получите 200 голды плюс бесплатный щит. У тебя есть канал на YouTube? Ты не заводил еще? Ну есть, да. Ага. Ну почему у тебя желание появилось стать блогером вообще? Да, блин, не знаю почему, но это, по-моему, это очень, во-первых, интересно, во-вторых, не знаю, знаешь, как бы много нового, общаешься с людьми. А какой бы ты хотел снимать контент? Про что бы был твой канал? Я до сих пор, на самом деле, до конца не... Сам не знаешь, да? Да. Кость, ну, я думаю, надо в этом случае, как бы, надо помогать Артему, потому что не зря же мы приехали, да? И давай ты, как человек, который уже 11 лет на YouTube, дай какой-нибудь совет, с чего начинать? Слушай, я бы начал с самого простого. Мне кажется, распаковки и поедание еды, это одно из самых простых, что можно делать на YouTube, вот. Еду мы не будем, да, как-то. Но мне кажется, что распаковывать ты что-нибудь точно сможешь и рассказать первые свои впечатления. Так, давай мы тебе сначала все организуем, какой-нибудь типа столик. Можно я здесь немного похозяйничаю? Да, да. Так. Считается, что это достаточно хорошо, как по мне, подходит. Костя, человек профессионал, он может просто из любого предмета сделать столик, все организовать для того, чтобы были хорошие съемки. И давай какой-нибудь фон придумаем. Тебе вот этот фон нравится? Мне он нравится, знаешь, тем, что он такой... Настоящий, как бы. Настоящий, да, это прям вот обстановка, которая вот у тебя есть. То есть вот сюда вот садишься, здесь у тебя будет столик, за ним ты будешь распаковку делать. Делать согласен? Хорошо, да. Правда. Поехали. Всем привет, сегодня будем распаковывать что-то. Давай сразу, ты сейчас работаешь со зрителем, а ты сейчас как бы смотришь только вниз, а на зрителя вообще ни разу не посмотрел. Вот представь, что все, это твой первый видео-блог, тебе нужно ее распаковать, как-то представить, как-то, не знаю, если есть какие-то впечатления, то о них рассказать и так далее. То есть прям с самого начала. Всем привет, меня зовут Артем, и сегодня мы будем распаковывать что-то. Там какая-то коробка, немаленькая коробка. Ага, это Лего. Забываешь про зрителя. Так, сейчас распаковку. Снимаем. Ага, это Лего вертолет, Лего Сити вертолет с перевозчиком вертолета. Сочная яркая упаковка. Ну, сзади еще набор, ну, как всегда, скотч, как обычно. Сейчас попробуем. Первая трудность, да, в распаковке это открыть, казалось бы. Да ты, я думаю, что можно и порвать ее. Знаешь, упаковка-то, а то и упаковка. Так, о, куча пакетов, деталями. Разные. Разные. Разные, четыре пакеты. Детали основные, я так понимаю. У меня на самом деле в детстве никогда не было Лего. Ну, там, может быть, было что-то типа одна-две там коробочки такие маленькие были. И я вот сейчас смотрю и понимаю, что, блин, тут собирать, ну, наверное, не знаю, недели-две точно. А по-твоему мнению, сколько собирать? Ну, если прям усиленно и долго, то я думаю, за день это можно собрать. Ну, хорошо, что пакеты подписаны. Только в этом плюс, потому что вот я смотрю на это. Ну, серьезно, тут столько мелких деталей, я не представляю. Да, это отличается жизни. Это прям пять пакетов. Ну, я бы собирал месяц. Так, и две инструкции для стягача и для всего остального. Для вертолета и прицепа. А, и наклеить. Как всегда, в наборах Лего. Ну, в принципе, Лего хорошее, потому что немало деталей. И это мне на самом деле даже нравится. Хорошая Лего, в принципе. Рекомендую. В общем, друзья, это была распаковка. Я думаю, что на канале Артема вы увидите, как Артем уже собирает непосредственно это Лего. Так что, друзья, обязательно переходите по ссылке в описании на канал Артема. И смотрите, как, собственно, Артем собрал это Лего. И обязательно расскажи, за сколько ты его собрал. Потому что я думаю, что тебе неделя точно понадобится. Расскажи, пожалуйста, как ты встречался с президентом. Вообще, вот про эту историю можешь чуть подробнее рассказать. Как это происходило? Ну, вообще, нам позвонили из школы. Сказали, что мы вообще включаем вас в этот проект. И о чем вы мечтаете. Ну, мы сказали. А встреча с Владимиром Владимировичем речи вообще абсолютно не шло. Ну, как, мы приехали в Константинский дворец. А как сама встреча происходила? Что он тебе говорил вообще? Как это было? А, ну, он спросил, как дела. Он показал маршрут нашего полета. То есть у тебя была мечта пролететь над Петербургом, да? А какие у тебя впечатления были, когда ты вот уже летел? Ой, я чувствовала даже восторга, наверное, от этого всего. Я никогда первый раз в жизни летаю на вертолете. А вот еще и на таком. А что за вертолет был? Президентский, я не помню, Ми-8. Я не помню, точно. Ну, то есть прямо совсем специальный, да? Ну, наверное, да. Круто. Да. Ну, и впечатление, конечно, очень хорошее. Вы чай пили с ним? Да. Прикольно. Угу. Алло. Здравствуйте. Артем, это ты? Да. Привет, еще раз. Ну, как ты покатался? Ой, обалденно. Обалденно? Понравилось? Очень. Пока, пока. Обалденно, говорит. Обалденно. А если вот сделать канал про распаковку, это же постоянно надо много вещей, откуда, где их брать? Ну, поначалу я сам покупал, то есть я просил администратора своего, чтобы он мне покупал их, то есть ты можешь, например, просить родителей. Он запаковывал и мне передавал, я действительно не знал, что там лежит, я распаковывал, удивлялся или не удивлялся и так далее. Потом мне стали уже присылать разные бренды, разные рекламодатели, ну, короче говоря, кто-то начал присылать просто так посылки, и я уже стал обеспечен вообще навсегда. То есть либо я сам что-то покупал, либо мне присылали. Сняли первое видео, идеи придумали, распаковку. Будете мне покупать разные вещички? Ага. Интересные. Будем, может быть. И знать я не должен, что там будет. Супрась. Да, да, да. Следуй всем подсказкам, которые мы тебе дали. Желаем тебе успеха. Спасибо. Вот, так что, давай, Артем, спасибо тебе. Все, давай, Артем, пока. Все, всего доброго, спасибо вам. Спасибо. До свидания. Ну что, друзья, я дома и хочу поделиться с вами своим впечатлением от встречи с Артемом. Артем, я знаю, что ты смотришь это видео, ты безумно классный парень, ты очень умный, ты образованный. И я хочу пожелать тебе достичь успеха не только на YouTube, но и в любой другой профессии, которую бы ты начал делать. Потому что я верю в тебя, ты реально очень умный. И, наверное, у тебя есть все для того, чтобы стать прям супер счастливым человеком. Ну а вы, друзья, не забывайте писать ваши мечты в комментариях, потому что, возможно, именно вашу мечту я исполню в следующем выпуске. С вами был Александр Жучкин. Не забывайте, что у меня есть Инстаграм, обязательно туда подписывайтесь. Там я читаю практически все сообщения, которые вы мне присылаете. Так что, всего вам хорошего. Ну и до новых встреч, пока. Субтитры сделал DimaTorzok